Вот, да, привет, друзья, у меня в гостях Алина Отраднова, которая в книге у нас новая, уже я её туда вставил, потому что она очень там философическую вещь сказала, да, философическую вещь, а сейчас Алину я спрашиваю, как тебе картина, она говорит, очень нравится, почему тебе она нравится, вот ты мне сейчас говорила, что там какое-то открываешь и там что-то. Потому что на ней я вижу такую очень красивую ткань, дорогую, да, прозрачную. А знаешь, там это квант, вот это частица света, фотон, видишь, фотон же одновременно здесь и там, и скорость света, и вот там волна, и вот так, видишь, какая интересная. Катин, это своему другу Ноябрю, который академик технологической академии международная, и он как раз таки пишет о том, что всё произошло из фотонов, из частиц света, что атомы оттуда произошли. Да, у него колоссальный учёный, колоссальный учёный, смотри, какая ты красивая. Ну, улыбнись, улыбнись, улыбнись. Ха, видишь, какая ты красивая, молодец, 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 что ты ко мне пришла, и мы с тобой сейчас сделали видео, и все посмотрят на моих друзей. Вот так надо сотрудничать, друзья, пишите тоже, там, комменты пишите, фразы, что такое человечность, что такое доброта, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое счастье быть собой, что такое коллективное творчество, ещё какие понятия надо, чтобы освещались? Ну, любовь. Любовь, да. Ещё? Выбор. Выбор. Ещё? Понятий очень много. Ну, как же у вас свои? Ну, связанные с человечностью, с человечностью. И они же, вот, они могут быть отдельного человека, то одно, то другое. Они же все спаяны между собой, это же качество. Да, взаимосвязано. Взаимосвязано. Слушай, я вот недавно делал о том, что нет загробной жизни, чтобы у человека была ответственность в этой жизни, потому что я знаю некоторых людей, фанатично верящие в загробную жизнь, постоянно молящиеся, хотят в рай попасть, и при этом, вот, вот, деяния, дела, дела надо делать, там, за женой ухаживать больной или что, а он ходит, молится, молится, все, хочет в рай попасть. Ну, такие же тоже бывают, потому что он хочет вечно жить. И тут мне коммент прислали. А вы написали, что нету вечной души, я так расстроилась, я так надеялась. Да вы знаете, в жизни этой настоящей, если вы откроете свои способности и качества творческие, это же Божий промысел и есть, условно говоря. Потому что творческие качества, это же что такое? Это задаток, который природа вас наградила, и это же есть потенциал эволюции. Ваших дедушек, прадедушек, прада Адама, понимаете, внутри вас. Если вы открываете эти способности, если вы работаете, занимаетесь любимым делом, то у вас открывается, понимаете. И тогда там больше счастья, радость жизни самой. Что готовится после смерти жить? Ну, что вы. Вы понимаете, Акуджава, когда говорил, что жизнь короткая такая, он не негатив говорил, он говорил именно позитив. Он имел в виду, цените жизнь, цените, творите. Правильно я говорю, нет? Творите жизнь. Творите, конечно. Вы же, я понимаю, сейчас пандемия, сейчас еще буквы что, зарплат нету и так далее. Я понимаю. Но вы поймите, если вы будете понимать мир адекватно, здравомыслить, здравомыслить. Вы в этих условиях, открывая свои творческие способности, больше сделаете радости в жизни. И другим поможете. И себе, и другим поможете. А если вы просто будете думать, да, там есть загробная жизнь. Это нам пудр от мозги. Извините, пожалуйста, за выражение. Никто оттуда никогда не возвращался. Никогда. А пудр от мозги. Потому что бывает там, ну, с моим пошло, книжка была о жизни после смерти и так далее. То есть это транс, понимаете, в клиническом состоянии смерти транс возникает. И в трансе человек видит и коридоры, кто-то видит свет, там кто-то с родственниками включается. А люди выходят из тела. Точно так же. Очень много людей. Я лично знаю много людей, которые выходят из тела и видят себя со стороны. Это транс. Поймите. Ну, вот если человека я опять расстроил, что нет жизни после жизни, что мне сказать? Ну, верьте тогда. Я же не возражаю. Верьте во что хотите. Есть люди, которые верят, что Земля квадратная. Ну, скажи, пожалуйста, может быть, мне надо успокоить. Я просто хочу человеку пожелать, чтобы он не пропускал мгновения жизни, которые он сейчас проживает. Потому что жизнь, она сейчас идёт. Она идёт, и надо кайф ловить от этого. Надо, я же говорю, когда человек занимается любимым делом, ему не до чего. Вообще. Понимаете? И он там кайф ловит. Вот этот Чицкен Михаил изучал же 60 лет подряд людей, которые считают себя счастливыми. И он сказал, это человек в потоке, то есть, который занимается любимым делом. Он в какие-то моменты чувствует себя счастливым. Ради этого он живёт. А если человек живёт свою жизнь до того, чтобы потом в рай попасть, может, я огорчаю женщин. Женщине, конечно, надо прислониться к чему-то. Они хотят в что-то верить, что есть там что-то. Ну, верьте, пожалуйста. Только я пытаюсь, чтобы у вас всё-таки глаза открылись, чтобы вы использовали сегодня каждый день для того, чтобы искали, чем бы вы хотели заниматься. Хотя бы на досуге занимались любимым делом. Ну, скажи ещё, пожалуйста, что-нибудь. Тебе неудобно, что я вот так вот про опору чью-то, да, вот так говорю? Да нет, для женщины это нормально. Вот так вот верить во что-то, да? Нет, я не имею в виду вера. Верить... Ой, вообще, всё очень сложное. И человеку хочется верить во что-то. Я тоже верю, я тоже верю, и когда мне плохо, я тоже как бы вот к Господу обращаюсь. Но я же не имею в виду как личность такую всемогущую, вселенскую, которая смотрит на меня и в любой момент может мешаться и чудом не сотворить. Я представляю себе Бога в другом виде. Я представляю себе, что это закономерности, законы природы. Законы природы неодолимые, неумолимые, непреклонные. Ну, это законы природы, которые никак ты их нарушить не можешь. И вот по этим законам природы, которые как модель, это вселенная внутри нас, в нашем мозге, как модель маленькая. А там она как тоже причинно-следственная логика, совесть. Да, совесть это откуда? Законы природы, внутри человека. Что если ты так сделаешь, будет такая у тебя ответственность. Да, она порождает совесть. Ответственность человека за свои поступки. Там я не знаю, уже говорил, у меня в книжке «Защита от стресса» давно еще было написано, кого безбожником называли. Ну, это человек, который без совести, который не понимает, ответственность за свои поступки. Там какой-то казак такой, кому-то голову рубил, она ему говорит, «Безбожник ты, неужели ты не понимаешь, что есть следствие?» Ну, тогда это же разные уровни. Кто-то буквально понимает, кто-то понимает по сути, по смыслу, ближе туда, ближе к Богу, ближе к законам природы, ближе к истине, понимает вот это все не буквально, а философски. А мне, знаете, нравится, что когда вот вы сказали, просыпайтесь, потягивайтесь и верьте, что все будет хорошо. Мне вот это вот ближе. Потому что это быстрее сбывается. И оно будет быстренько. Да, когда подтягивайтесь, у вас напряжение, и на кончик напряжения сразу себе все будет хорошо. И это получается сама команда, которая начинает открываться, реализовываться как цветок. Потом смотришь, и все хорошо целый день. То есть результат очень быстро приходит. Результат сразу приходит. Да, а когда веришь во что-то очень отдаленное, то откладываешь то, что может случиться совсем-совсем вот близко, рядом. А мне вот очень хочется этой даме помочь. Откладываешь жизнь на самом деле, откладываешь хорошие события. Да я знаю человека, который верил в это, что душа вечная, столько в жизни упустил. Но вообще вера, она такая очень хорошая штука. Вера, надежда, любовь – это вообще основа, так сказать, жизни человека. Но человек должен для себя сделать, во что я буду верить, должен решить все-таки, во что я буду верить. Вот мне кажется, это важно, во что верит человек. Я верю в гений человеческого разума и в труд, любимый. Потому что подневольный тупой механический труд сделает из человека обезьяна. А свободный труд творческий делает из обезьяны человек. Да? Ну, наверное, да. А ты? А что? Ну, когда человек работает, не думая автоматически, то процессы, они не развиваются. Происходит все по шаблону только. А нужно выйти из вот этих вот шаблонов. Поэтому... А что это значит? Ну, это, наверное, жизнь такая. По шаблону я утром встану, отработаю, схожу 8-10 часов. Потом мне будет за это вот что-то там. Я получу столько-то, потрачу на столько-то. А потом у меня раз в год, если получится, куда-то съездить это, потратить что-то, увидеть. Ну, то есть все очень ограничено у нас. Нету вот таких полета мыслей, желаний, таких фантазий. Ну, да, потому что мы себя не допускаем. Конечно, вот я знаю. Картина жизни, она должна рисоваться вот как-то по-другому. Не так вот. Сегодня вот мои родители так делали, братья-сёстры так делали. Значит, и я так же буду делать. Вот в Советском Союзе. Я жил в Советском Союзе, и мы не верили в загробную жизнь. Но всё равно были совестливые люди, ответственные, да. Потом, значит, все стали верить, а до этого тоже было, что все верили, потом перестали верить, потом опять теперь все верят. Ну, человек-то должен быть совестливый, независимо от того, как моды меняются. Это первое. Второе. Дело в том, что вот то, что ты сказала, от гудка до гудка поработать, на жизнь накопить, чтобы как-то жить, прийти к вортплату заплатить, потом лишь спать и почитать книжку любимую, или там в интернете записку написать. Ну, лекал такой. И что мы по нему живем, и живем, и годы проходят, и годы проходят, и нет другого чего-то, чего душа просила в юности. Ой, мир казался такой светлый, только бы быстрее вырасти. Хосе Магомедович, а как окно открыть? А как окно открыть? Хосе Магомедович, ну, вы понимаете, в чем дело? Я единственный из всех психологов, и всех духовных наставников, и всех вот этих учителей, которые не учу вас делать что-то как-то, а я учу вас открыть у себя эти способности, чтобы вы сами понимали, что и как вам делать, и в чего верить. Вот же, вот в чем разница. Я вам говорю, подбирайте приемы путем перебора, которые вам подходят по зеленой зоне. Это помогает вам открывать у себя творческие качества, и тогда вы все другие вопросы решаете проще и быстрее, творческие. И тогда вы начинаете понимать, как открыть это окно, что вам именно нужно, чем бы вы хотели заниматься. И когда вы занимаетесь любимым делом, вы же занимаетесь с удовольствием, как вот парень с девушкой сидит, если они влюбленные, времени не замечают. А если у него зуб болит, каждая секунда окажется вечностью. Правильно? Так вот, когда человек занимается любимым делом, он времени не замечает. У него это состояние, ему каждая секунда такое счастье, такое удовольствие. Ну, вот я сейчас влюблюсь специально, специально влюблюсь, чтобы кайф получать. Ну, женщины вообще о любви, когда говоришь или шутишь. Не-не-не, я не шучу, не шучу, а то еще по шее получу. Нет, вы же мой юмор понимаете, друзья. Да, но дело в том, что надо быть все-таки капельку влюбленным. Без влюбленности, поэтому влюбленность создает чудеса. Вот оно чудо. Влюбитесь вы в собственных детей, влюбитесь вы в свое дело. Ну, вы в него влюбитесь без принуждения. Если вы будете снимать лишний стресс, выходите из зацикленности, из страхов, из этих переживаний. И когда переживаете, продолжайте переживать, подключая повторяемые действия. Это помогает легче пережить и выйти на самое себя, и почувствовать, что тебе хочется делать. И делай это. Да? Ну, вот про страхи заговорили. Я хочу сказать, что для меня, допустим, любовь – это путь. Если вам страшно, ну, возьмите страх за руку и идите путем любви. Путь любви – это, то есть, ну, сделайте кому-то что-то хорошее. Пусть мелкое, но хорошее. Работайте на отдачу. И в один прекрасный момент вы можете почувствовать смысл своей жизни. Вы настолько глубоко задумаетесь, зачем вы живете на самом деле. Поможет вам в этом путь любви? Слушай, а женщина без любви не может, нет? И мужчина без любви не может. Ну, вы знаете, любовь – это такая, что-то такое светлая искра такая. Это тепло, это отдача. Это вера, это надежда, любовь. Это, знаешь, когда тебя не бросят, когда тебе помогут. Плечом отставят. Ну, ладно. Да, да, да. Давайте какое понятие будем определять? Любовь будем определять, да? Ну, какую любовь имеется в виду, эмоциональную или человеческую любовь? Вот ближнему, например, любовь или девушке? Вы знаете, почему я говорю, что любовь – это путь? Путь и любовь есть чувство. Вот я чувство приписываю к человечности. То есть для меня качество, доброта и тому подобное, их очень много, вы перечисляли не раз. Для меня это качество человечности. А путь – это путь жизненный, это путь любви. Путь, который на благо не только себе, а на благо вообще окружающим. Ну, любви к чему? Любви к ближнему своему. К ближнему, да? Да. Ну, вот сосед там сапогами стучит, каждую ночь спать не дает. Как его любить? Это слово очень тонкое, потому что оно же эмоциональное. Любовь к ближнему, он же тоже ближний. Ну, мы говорим про чувства, а я говорю про путь. То есть, если ты хочешь, смотришь на человека, и ты чувствуешь, что он тебе, в принципе, неприятен, но тебе нужно для него что-то сделать, или он о чем-то тебя попросил, то тут принцип идет какой? Что да, я ему помогу, даже если мне это и не хочется, потому что мой путь – это путь любви. А там уже принцип любви сам сработает, к лучшему. Потому что тут уже включаются какие-то такие закономерности. Может быть, речь не об эмоциях идет, а может быть, речь идет о человеческом отношении. О поступке. О поступке, человеческое отношение, человеческий поступок. Конечно, конечно. Это очень тонкие материи. Тонкие материи, они распыпчатые, поэтому как раз надо определять как науку. науку человечности, которую школьнику можно рассказать в учебнике, понимаете? Что человечность – это вот такие качества. А что это такое? И определить, там определение. Это тот, а тот, а тот. А он тогда скажет – да, я понял. А так, когда ему назидает, притчи приводит, он бывает такой возраст, когда этими притчами каждый понимает по-своему. Ну, Христос сколько? Две тысячи лет сколько говорил любить ближнего, а до сих пор не реализовалось. Почему? Вот слово «любовь» – оно очень такое щекотливое, потому что оно одновременно понимается и как уважение, уважение к личности, свободу дает личности, это значит «любовь» и как эмоции. Вот нам надо как-то определить всё-таки, что это такое. Но я думаю, сам процесс, которым мы сейчас занимаемся, вот, например, Алину я попросу подавать. Процесс, да, у нас смыслительный процесс идёт. Вот, 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 вот. И мы пока решаем. Да, да, да. Во-первых, мы сначала каждый для себя решаем эти понятия. Да, 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 вот процессы, да. То есть мы идём все вместе к пониманию, понятию, и что такое человек. Обсуждаем эти понятия. Вот мы сейчас как раз пример, как мы с Алиной обсуждаем вместе с вами. Да, и если ещё сказать, что путь любви, он в результате развивает, он усиливает жизнь. То есть понятие «жизнь» от того, что ты путём любви, путём благих поступков идёшь, а это и выбор, о котором я сейчас сказала. Сделай человеку, который, в принципе, тебе никто, сделай что-то хорошее. Ну, если ты будешь всем делать хорошее с утра до вечера работаю в своём учреждении, не имея времени и всем делать хорошее, когда ты жить будешь? Это провокационный вопрос. Это конкретно. Это не то, что я ищу кому-то что-то сделать хорошее. Ну, вот вы меня, допустим, о чём-то попросили, ну, я взяла и сделала. Да, да, да. Вот оно, молодец, оно добрый человек. Да, доброта спасёт мир. В результате, понимаете, у нас усиление жизни происходит, как бы общее усиление жизни. Мы начинаем друг друга усиливать. Слушайте, мне понравилась вот эта находка, которую я сейчас сказал, что, в принципе, это процесс, который мы и делаем. Мы, по существу, обсуждая вот так вот, ещё кто-то выйдет ко мне и скажет, я тоже хочу к вам в гости прийти, я скажу, давай. Давай, вот так вот сядет, как Алина, и мы тоже поговорим о человечности, о любви, ещё о чём-то, о сотрудничестве, о коллективном творчестве, о чувстве бесценности живого. Мы поговорим, это же и есть процесс создания науки человечности. Сам процесс, сам процесс будет у нас в человечность, утверждает эту человечность. Да, мне очень понравился там этот, который казах, миллионер, который сказал, честным быть выгодно. Да, да, в честности есть безопасность. Тебе по башке сзади не дадут, если ты честно себя ведёшь. Да, очень много там моментов интересных, да. Ну, честность, честь. Честь, во-первых, перед самим собой. Спать будешь спокойно. Ну, даже так. Люди способные. У меня есть афоризм. Люди с открытыми сердцами идут правильной дорогой, даже делая ошибки. Идут правильной дорогой. Ну, потому что они спят нормально. Совесть не мучает. Совесть не мучает. Жалко, Льва Николаевича Толстого нет. Мы бы сейчас у него спросили, да. А он говорил, что среди разнообразия всех вещей компасом является совесть. А это же у нас в природе, в нашей природе. Вот определить, что такое совесть. Да. Да. Хочешь сказать на заключение что-нибудь? Совесть? Про совесть сказать? Вообще, вообще, про что хочешь? А то кто-то побоится прийти, скажет, я заставляю говорить чего-то. Нет, нет, нет. Кто что хочет, то и говори. Я просто хочу пожелать, чтобы мы не боялись общаться. Хотя бы вот, хотя бы общаться для начала друг с другом. Ну, вообще, страхов. Я очень понимаю людей, страхов очень много. Мы боимся друг друга. А мужчины, женщины-мужчин боятся. Да? Интересно. Кто-то еще кого-то боится, кто-то на улицу боится выйти, потому что там... Меня никто не боится. Женщины не боятся. Они знают, что я инвалид, я ходить не могу. А чего меня боятся? Ну, вообще. Не опасные, не опасные. Она не опасна. Нет, я хочу, чтобы как-то вот люди все-таки... Вот эти страхи у людей проходили. А теперь то, что, когда женщины не придут, подумают, что к нему ходить, да? Теперь то, что не придут. Нет, я крутой, я крутой, я крутой. Я крутой. Все-таки есть разница между мужской психологией и женской. Между мужской и женской. Есть все-таки разница. И вот ко мне через несколько дней придет дама, которая говорит, что личность, вот она как раз, говорит, сбалансированная, и в ней, у нее нету разницы. Она личность, она женщина. Она мысит мужским умом. Аналитик, очень большой аналитик. И в то же время, счастливая. Вот посмотрим. Мы тоже сделаем запись, посмотрим, как это выглядит. Как я, мужчина, буду общаться с этой дамой. Какие эмоции я буду испытывать. Вот я как с Алиной общаюсь, а она у меня тоже очень сильный, острый, острый. И при этом она обаятельная, обаятельная женщина и добрая. Она вот пришла, дай покажу. Яблоки принесла. Видите, какие хорошенькие, да? И красивые, и вкусные. Красивые, и хорошие, да, вкусные. Вот, добрые, добрые. Человек добрый. Мне кажется, доброта спасет мир. Не загробная жизнь, друзья, а доброта. А встреча с личностью, эпоха в жизни. Когда вам встречаются люди нормальные, светлые, добрые, отзывчивые, какими мы и хотим, чтобы все были. Обсуждая эти проблемы. И которому есть, что тебе дать. Кто-то улыбку тебе подарил, кто-то слово ободрения, кто-то одновременно еще и накормил. Да, даже вот это есть сообщество людей нормальных. А не тех, которые пудрят мозги. Эзотерика там, эзотерика. Мне сейчас кто-то написал, что эзотерика это как вот проматерия науки. Откуда наука получается. Ну да, я написал, что может из алхимии тоже, из астрологии тоже астрономия. Но дело же не в этом. Наука отличается тем, что она дает гарантированный результат. Если ты в тех же условиях, которые описаны, делаешь тот же алгоритм, ты получаешь тот же и сам эффект. В отличие от всяких эзотерик, вер и так далее. Я сам человек глубоко религиозный. Да, истинно верующий это тот, кто душою подобен поэту. Кто видит в окне, например, не просто дерево или куст, а божественное произведение. Сквозь смех и слезы, сквозь полет и суеты, в вечности, сквозь столпотворение и хаос в глубине порядка жизни. И тогда, когда ты способен видеть прекрасное, ты никогда не одинок. Верующий – это поэт, украшатель жизни и созидатель жизни, а не раб Божий, а сын Божий. Я правильно говорю? Да, сын Божий. Или что-то я запутал, нет? Но, вот, я ведь тоже христианка, как, скажем, я писание читала, и я помню, что там есть, что Святой Дух – это не дух рабства. Ну, конечно. Даже если, вот, возьмем Писание, то есть даже в Писании написано про это. Вот видишь, как интересно. Вот видишь, как интересно. Рабы не мы. Мы не рабы. И не хотим ими быть. И сейчас, в нашем веке, именно сейчас, именно на языке науки надо разговаривать, определяя понятие, чтобы был один для всей планеты международный язык, человеческий язык. И чтобы мы понимали, что такое человек, и самим процессом определения этого. Приходите в гости, пишите, звоните, кто хочет еще раз вот так выступить, в диалоге. У нас там есть плейлист «Встреча с интересными людьми». Пожалуйста, пожалуйста. До встречи, друзья. А я тебе очень благодарен. А я вам благодарна за ваши подарки. Замечательные. А здесь вот, кстати, национальная идея, национальная идея все описано. Почему проблемы возникли. Почему проблемы возникли. Иван Банедович подписал. Да, подписал с любовью, с уважением, потому что... Идти какая у меня. Улыбка у меня. Следующая книга, уже ее имя, фамилия. И вы тоже пишите тексты, что вы думаете по поводу стресса, ключа, определения понятий. Я их перечислял много раз, еще раз перечислял. И поэтому тоже будете в книге увековеченные, внукам своим покажете, они будут вами гордиться. До встречи, друзья. До встречи. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова